Музыка Андрей Петрович, от вопросов истории перейдем к дню сегодняшнему. Многие наши читатели задают простой вопрос. Есть ли в России, на ваш взгляд, те силы, которые способны изменить сложившуюся ситуацию? Прежде всего на политическом поле. Если в разрезе всей нашей беседы говорить, то в этом-то и проблема. Что общество, которое ничего не производит, а наше общество именно такое. Потому что сказать, что наше общество предлагает всему человечеству для потребления, то мы сами знаете, о чем ограничены. Поэтому найти какие-то силы политические, экономические, которые были бы заинтересованы в политике протекционизма, очень тяжело. Ну, скажем, вот у нас есть какое-то общество, комитет, совет по производителям бытовой техники, например. Но на самом деле там никаких производителей бытовой техники нет, а есть продавцы бытовой техники, произведенные не у нас. Ну, в крайнем случае, там, отверчно собирают где-то у нас. То есть лоббисты у иностранных производителей у нас есть, а вот с нашими производителями гораздо сложнее. Их меньше, они очень сильно прессуются, ну, там, со всех сторон. Поэтому и есть еще такой субъективный момент, что наш российский капиталист, наш российский предприниматель, он в значительной степени был обманут либералами. То есть он считал, что либералы, они как раз защищают капитализм. На самом деле либеральные экономисты – это злейшие враги российского капиталиста. Гораздо более злые, чем какая-нибудь КПРФ там или еще там кто-то из, чем нацболы, скажем. Потому что объективно цель либералов – полностью уничтожить наше производство. В общем, они этого почти добились. У нас есть в некотором количестве все-таки предприниматели наши. Это и сельхозпроизводители, есть кое-какое машиностроение. Есть у нас такая вот интересная партия дела, которая как раз объединяет тех, кто работает в нашем бизнесе. Причем в бизнесе не компрадорском, который занимается реализацией какой-то там ерунды, так сказать, из-за границы. А те, кто у нас что-то пытаются делать, что-то производить. В прошлом году был у нас такой московский экономический форум на базе университета. И, насколько я знаю, где-то в феврале или в марте будет и второй такой форум. Вот я его посещал. Он очень интересный. То есть там вот... Но, к сожалению, есть, правда, одна беда. Там были экономисты западные из Оксфорда. Вот я слушал там лекцию. Очень высокий уровень. Вот, к сожалению, это грустно. То есть у нас как-то любят говорить непонятно. Там говорят, ну, как в школу попал, с одной стороны. С другой стороны, понимаешь, что на самом деле говорят о вещах достаточно высокого уровня. Ну, то есть вот класс, конечно, я сам в прошлом преподаватель. И, в общем, так считаю, что могу оценить. Вот. Ну, посмотрим, так сказать, в этом году. Но тут речь идет именно о том, насколько вот такие слабые ростки такой вот политики, как бы сказать, патриотической в сфере экономики, насколько они могут быть влиятельны и смогут как-то поменять ту политику, которая у нас ведется уже третий десяток лет. А, кстати, как бы вы описали тех предпринимателей, что не компрадоры, а национально ориентированные. То есть это большие патриоты, которые считают, что обязательно при любых условиях надо развивать промышленность, научно-технические прогрессы в нашей стране. Либо они работают, потому что выгодно, а все рассказы о том, что государство пытается наших инновационщиков давить, это сказки. Ну, вы знаете, опять-таки, проще всего залезть в историю, как бы так сказать, и найти там соответствующую цитату. Это их проблем не составит, потому что все это обсуждалось. Менделеев, который был наш крупнейший экономист, протекционист, ну, напомню, вот в его собрании сочинений, там, по-моему, 25 томов, там 4 тома, это экономические работы. И он себя считал больше экономистом, чем химиком. Ну, у него такое было замечание, что мы рассчитываем на, может быть, не самую благородную страсть человека, а именно страсть к прибыли. Вот, и действительно, как мы знаем, период Александра Третьего, а как раз Менделеев и был, собственно, экономическим советником в это царствование, вот она как раз и дала тот эффект, вот это первая индустриализация нашей страны. То есть, не должны наши отечественные предприниматели, кто у нас работает, ну, скажем так, они не обязаны быть совсем патриотами. Вот, они должны делать свое дело. Равно как и государство, недавно кто-то там из наших деятелей сказал, что вот, надо там, типа, в бизнесе там повышать производительность труда, там, ну, извините за грубость, то есть, это вот, это не собачье дело государственной власти, заниматься повышением производительности труда в частных предприятиях. Это сам предприниматель, он должен этим заниматься. Задача государства защитить своего предпринимателя от иностранной конкуренции, а также следить, чтобы он не вывел капиталы за границу, так, как бы сказать, поэтически, иногда похвалить, иногда немножко поругать. Вот задача государственной власти. И самое такое вот неприятное, что это, ну, как будто все понимают, вот, кроме наших. А, кстати, в чем причина, что, как вы говорите, наши либералы ставят перед собой цель окончательно уничтожить российскую промышленность? Либералы есть и в Англии, и в Соединенных Штатах Америки. Либералы есть во многих странах, но почему-то они такой цели не ставят, либо речь идет о какой-то пятой колонии. А почему вы так считаете? Вот, например, очень сильно разгромлена промышленность в Соединенных Штатах. Сейчас, кстати, она возвращается обратно. В интернет зайдите, вот, Детройт, да, там, посмотрите всю эту картину. Она возвращается, но почему она возвращается? Потому что это американские компании, то есть, которые, это американские компании, которые по каким-то причинам, вот, они работали в других странах, и там, ну, в странах с низкими издержками получали, там, большие прибыли. Да, их можно американской администрации каким-то образом вернуть обратно, потому что это американские компании. Ну, и, как бы сказать, они там зарегистрированы. У нас таких нет компаний, нам нечего возвращать из-за границы. Вот, поэтому, ну, что сказать? На самом деле, вот эта вот борьба между теми, кто хотел бы с целью большей эффективности вывести капиталы из страны куда-то в другое место, в общем, такая борьба была в Англии и в 19 веке. Отчасти она увенчалась успехом, вот, потому что такая определенная деиндустриализация кое-где произошла. Вот, отчасти она мерами государства становится. Ну, понимаете, вот пример таких вот, что, значит, государственный подход. Вот сейчас Макфол, да, последний какой там у нас был, новостной момент. Вот открыли они там Центр по подготовке пилотов в Сколково. Ну, вот давайте сразу, так сказать, простой вопрос. Вот какой бизнес интерес американский Макфол тем самым, как бы, так сказать, преследовал? Аверопромышленности. Конечно, своей промышленности Боинга, потому что, ну, будут подготовлены там тысячи пилотов, умеющих летать на самолетах Боинг. Ну, и, как бы сказать, это, как это, разве не продвигает американскую промышленность, не усиливает ее позиции, так сказать, в нашей стране. Потому что переучивать, ну, это уже, так сказать, переучивать их даже на Аэрбасы, например, уже будет немножко, как бы сказать, дополнительная задача, чреватая летными происшествиями. А, кстати, возможно ли реиндустриализация в нашей стране? Вот постоянно власть говорит о том, что надо возрождать промышленность, но как-то она не очень возрождается. Есть мнение, что это просто невозможно сделать, потому что некому будет на этих предприятиях работать. То есть, как проходила индустриализация в Советском Союзе? Брались трудолюбивые люди, привыкшие работать на земле, из деревни, переводились в город, они учились определенным операциям, и они работали в промышленности. За счет чего промышленный рост Китая? То же самое. Из деревни постоянно вычерпываются миллионы и миллионы людей, имеющих культуру такого трудолюбия, и которые начинают работать. А в нашей стране уже из деревни людей новых и не взять, практически все живут в городах, а тех, что живут в городах, имеют совершенно другую культуру, уже не крестьянского трудолюбия, а скорее такого городского безделия. Недаром многие молодые люди предпочитают оканчивать совершенно ненужные никому факультеты, заборостроительных университетов, становиться псевдодизайнерами, псевдоменеджерами, но не идти к станку. Ну, вы знаете, кушать захочется, пойдешь к станку. Ну, вот, все индустриализации, они начинались с того, что создавались рабочие места. Вот, без этого там никакое трудолюбие, оно, как бы, ничего не даст. Нужны рабочие места. Рабочие места на реальных производствах с, ну, скажем так, с гарантированной реализацией произведенного. Вот, собственно говоря, это ключевой момент, очень непростой, но, тем не менее, без этого ничего не будет. Все остальное, это можно там население, там, ну, прямо вот так приучить к трудолюбию. Все будут ужасно трудолюбивые, но если нет промышленности, то, как бы, трудолюбие, оно во что выльется? Ну, будут там из бумаги узорчики вырезать или чем-то между. Вот и все. Желающих работать сейчас хватает, тех, кому нужны деньги, хватает. Вот, те, кто живет бедно, тоже. Полно у нас моногородов, которые в бедственном положении. Люди лишились работы. Вот, и что с этими городами делать, совершенно непонятно. Наши, как бы сказать, те, кто этим должны бы заниматься туда, понятное дело, не ездят. Вот, это, на самом деле, это, я уж, как говорится, тут, чтобы не расстраиваться, это все, там, 15 лет назад, там, еще когда, книжку даже еще не писал, там, все это наблюдал. Вот, поэтому тут, тут рецепты очень простые, как бы, по форме. А, кстати, нет ли такого ощущения, что российская экономика находится в худшем положении, чем где бы то ни было, потому что пытается сочетать две модели. С одной стороны, патерналистскую, с другой стороны, оголтело рыночную. К примеру, сгорели дома у людей, тут же строят им за счет государственного бюджета новые. И в то же время, государство совершенно не думает, где людям трудоустраиваться. По данным Минтруда, до 40 миллионов человек на бирже труда, не состоящих, вообще неизвестно, чем заняты. Ну, вот, можно ли это назвать патерналистской моделью? Это не патерналистская модель, это вообще неизвестно чего. Я бы сказал, слов никаких нет. У нас огромная безработица, на самом деле, огромная. Просто другое дело, что у нас как-то статистика очень интересно работает, что вроде как с одной стороны и нет безработицы, с другой стороны вроде как и третий работоспособного населения непонятно чем занимается. Я, например, вполне встречал людей, но так, правда, в провинции, которые, ну, они не могут зарегистрироваться как безработные, потому что там отмечаться надо в райцентре ездить, у них нет денег на автобус. Ну и так далее. Там, в общем, много таких неприятностей. У нас действительно сложилась такая модель, когда все средства, которые попадают в страну, это результат, в конечном итоге, это результат от продажи энергоносителей, дальше эти деньги каким-то образом так это сверху сыплются, там в разные места, куда-то там по крошечке, по капельке, и дальше вот как бы все этим живут. Вполне такие есть деревни и немаленькие, где вообще живые деньги, как таковые, ну, как бы сказать, физические деньги есть, только в виде пенсии, детских пособий и зарплаты местного почтальона, как бы единственный государственный человек. Все, больше ни у кого другого, вообще денег как таковых нет. Такое тоже есть. Есть колхоз, туда сдают молоко, а через этот колхоз получают, ну, бензин, чтобы для лодочных моторов, потому что живут лесом, рыбой там и так далее. Ну, в общем, это, ну, кто знает, тот знает. В общем, у нас очень, вот как такую модель? Это какая? Патерналистская модель или оголчевая рыночная? Конечно, наших читателей не может не интересовать такой вопрос, что с нами будет дальше. То, что сегодня мы видим вокруг. Сейчас множество экспертов говорят, что мы в преддверии кризиса. В то же время правительство радостно рапортует, что у нас все отлично и чуть ли нам не завидуют другие страны. На ваш взгляд, чего можно ожидать в ближайшие месяцы и ближайшие годы? Ну, вы знаете, тут одно верно. Это действительно насчет того, что там нельзя сказать, что мы плохо живем. И в конце там советского периода тоже ничего подобного, что вот мы как-то вот там что-то такое. Когда говоришь с иностранцем, что вот у меня там есть собственная квартира, в советское время полученная, Гришин вручок с тестью, ордер, там есть дача собственная, там 6 соток, там где-то там, не очень далеко от Москвы, отпуск оплачиваемый месяц. Рассказываешь европейцу, он так смотрит, как много Ельцин сделал для вашей страны. Вот такая реакция. Едешь где-то там по глубинке, ну так проезжал там где-то вот в Италии, ну там и брошенных ферм хватает, и в небольших городках, и заколоченных домов там продающихся. И, ну понятно, там климат лучше, вот это существенный момент для качества жизни. Но все остальное я бы не сказал, что там, в Германии там те же там 3 сотки. Единственное, у них какие-то цветочки цветут, которые у нас, видимо, не выживают. А так, ну, совершенно вот обычная эта ситуация. В Англии, как там проезжал, тоже такие, вот как у нас бывает, такой самозахват, ну вот буквально там ржавыми кроватями огорожены такие вот какие-то клочки земли, но правда у них это не самозахват, это у них аренда. И там флаг, флаг Англии, не Британии, а именно флаг Англии, такой очень гордо. А так, в общем, такой курятник. У нас ничего такого сказать, что вот мы как-то там совсем там какая-то нищая страна там третьего мира в сравнении с Европой, да ничего подобного. Вполне такая среднеевропейская страна. Вот поэтому вот в этом отношении правительство правду говорит, так оно и есть. Но с другой стороны, нельзя назвать нормальную ситуацию, когда люди ничего не производят. Ну, конечно, это не всем нравится, потому что, как бы я говорю о том, что ну вот надо там работать, а работать никто же любит, это же никто не любит на самом деле. Но тем не менее, это как бы это нормальная часть существования, это Господь Бог сказал, что вот надо вот вообще трудиться в поте лица своего, там и апостол Павел говорил, что кто не работает, тот не ест и так далее. Ну, как бы это не я придумал. А вот в этом отношении у нас ситуация ненормальная. И хорошо это не кончится, если это не изменится. А как это может измениться? Вот последние... С изменением экономической политики. Точно говорят инновации, модернизация, мы уйдем от сырьевой зависимости. У нас будет... Ой, я вас умоляю, какие пять лет, о чем вы говорите? Это 20 лет. Когда Медведев был президентом, он вот провозгласил курс на инновации, модернизацию. Лучше скажите, когда курсы на инновации, не поразглашалось. Я что-то на своей памяти даже такого периода и не помню. У нас все время это... Ну, до этого там называлось не инновация, а какие-нибудь внедрение, там еще что-то. Да нет, это... Потом это все не имеет совершенно никакого значения, то, что говорится. Вот, поэтому... Одно у нас модель либо протекционистская, рыночная, но с большим контролем государства или вообще государственное инвестирование. Ну, то есть, то, что у нас называют социализмом, но это не совсем правильно, но тем не менее, ну, назовем это социализм. Вот два варианта, которые между собой, кстати, довольно близки. Почему нельзя совсем обойтись без рынка? И вообще вот эта вот сама идея, когда все государственное, в общем, она доведенная до абсурда, она, конечно, довольно неприглядна. Ну, вот, знаете, у меня такое воспоминание из советских времен, как-то ехали мы в Астрахань на охоту, надо было на станции Баскунчак арбузов купить, ну, потому что там в эту дельту на 10 дней, так сказать, вот там подъезжаем, два часа ночи, еще, причем так, поезд не совсем рядом со станцией остановился. Вот, мы так смотрим в задумчивости в окно и видим другие поезда, и там под ними пролезают казахи с мешками этих арбузов торговать. Ну, торговали там даже не за деньги, а за индийский чай, такие были пачки со слоном. Вот мы так переглянулись со своим приятелем, такой Володя, я говорю, а ведь государственный продавец государственного магазина в два часа ночи со своим товаром под поезд не полезет. Понимаете, вот это вот удивительные были времена, когда вроде бы торговля, а там в воскресенье магазины не работают, там в 7 часов вечера закрываются, на кого это было рассчитано, то есть не на работающих людей. То есть, понимаете, вот тут вот не работает социалистическая модель, и это, наверное, главная причина, почему у нас до сих пор, скажем, вот на выборах не получают левые партии, там 99% голосов. Это единственная причина, что левые силы до сих пор как-то не собрались ответить на простой вопрос. Вот вы гарантируете, что не будет дефицита? Вы знаете, как это сделать? Ну, такого прямого, такого же ответа нет. Понимаете? Не говорят. Это вот, ну, это как бы, так сказать, такой частный момент, мы его не совсем по теме. Наш читатель Яна спрашивает, насколько удачны шведская модель и китайский путь, в которых сочетаются рыночная и плановая экономика. вообще у нас свой особый путь и шином общем нас не измерить, либо в России может быть такая же жизнь, как в той же Швеции. А что в Швеции такого сверхъестественного? Вот я не знаю, я там как проездом был тоже, ну, погулял там, где-то проезжали мы там по этой территории, ну, страна как страна. Вот что там такого там? Они не на трех ногах ходят, вот честное слово. То есть, ничего сверхъестественного, ну, домики, ну, какие-то поля. То есть, я не знаю, каким образом, вот, каким уровнемером можно вот мерить уровень жизни. Там немножко, что смущает, у них какая-то вот своеобразная валютно-финансовая политика, то есть, у них очень большие зарплаты и очень высокие цены. То есть, я там заходил в какие-то магазины по интересам, вот ценник, вот как будто у нас в московских магазинах, но при этом крона, это, одна крона, это пять наших рублей. Вот, поэтому, ну, они называют вот свою систему социалистической. Она действительно социалистическая в том смысле, что там идет очень большое перераспределение прибавочного продукта, который изымается с помощью вот такой налоговой системы, как бы в общественных интересах. Ну, это правильный такой подход. Он приводит к некоему, так сказать, выравниванию. Но тут, правда, народ немножко такой специфический. Я не уверен, что та же система будет так же работать у нас. А кроме того, есть некоторые моменты, что, скажем, бизнес, ну, как-то вот там из Швеции, там некоторые там штаб-квартиры шведских компаний, например, уехали. Ну, из-за того, что вот эти вот высокие налоги там и так далее. То есть, это тоже для них такая вот свобода перемещения капиталов, она как бы не полностью плюсовая, а отчасти есть свои беды. Ну, Китай, ну, а что Китай? Китай, вот мы же видим, это экономически. Сейчас это, в общем, уже первая держава мира. Никаких сомнений нет. И они, скорее всего, будут играть в этом тысячелетии, если ничего не стрясется, то будут играть ключевую роль. Вот, это страна. Андрей Петрович, и, наверное, завершающий вопрос нашей беседы. Хотелось бы задать так, что бы вы пожелали нашим читателям, зрителям? Одни говорят, сейчас надо бросить все вредные привычки, которые могут повлечь за собой большие траты на восстановление здоровья, держаться своих друзей, знакомых, близких, научиться экономить, чтобы быть готовым пережить те великие потрясения, что нас ждут в ближайшем времени. Другие говорят, можно расслабиться, жить как живем, увеличивать потребление, и, собственно говоря, все у нас отлично. Что бы пожелали вы? Ну, вы знаете, вложение в здоровье, на самом деле, это вещь хорошая в любом случае, так сказать, это жизнь облегчает. Нет, вы знаете, я не чувствую себя вправе давать очень такие умные советы людям, потому что нельзя сказать, что я как-то уж очень такой успешный во всех отношениях. Поэтому жить надо просто разумно. но вы знаете, единственное, может быть, я чего советовал, мы, это наша особенность, мы действительно живем, ну, как живется, вот оно так, не особо, надо все-таки как-то пытаться планировать, решить для себя, что бы я хотел добиться. вот сейчас я уже понимаю, что плохо, что вот как-то так вот это не получалось, причем с молодостью. То есть, вот действительно как-то пытаться поставить для себя цель, что посмотреть, а что ты хотел бы добиться к следующему Новому году или там к концу вот этого месяца. Может быть, даже написать это на бумажке, посмотреть. вот это то, чего нам не хватает и, кстати сказать, вот это качество, оно, как говорят знающие люди, оно есть у китайцев. Вот они как раз планируют свою жизнь, готовятся к переговорам, например, там, как говорят, и они знают, что вот начиная рабочую неделю, что там кружку пива они выпьют в субботу, причем только одну кружку пива, они нисколько-то как ни странно говорят, что японцы в этом отношении ближе к нам и вот они-то как раз так сказать утром в пятницу не знают, как они ее закончат. Ну вот, вот, все, что могу сказать на эту тему. Андрей Петрович, большое спасибо за интересную беседу, напоминаю нашим зрителям, что в гостях сегодня у нас был Андрей Петрович Паршев, известный публицист, экономист, писатель, вел передачу для вас, Андрей Иванов. Всего доброго, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова